Добрый день, это действительно программа на своем поле. Но ни для кого не секрет, что занятия теннисом, конным спортом, гольфом, пола, парусным спортом это удовольствие доступное, наверное, не каждому. Если вы отдаете ребенка в легкую атлетику, то, пожалуй, вам понадобятся шиповки, ну и какая-то экипировка не самая дорогая. Если вы предпочитаете, чтобы ваш ребенок занимался, например, спортивными, бальными танцами или конным спортом, то, соответственно, и затраты будут соответствующими. Это элитный вид спорта, и я подозреваю, что, наверное, к большинству российских семей неприменимо понятие «хочу отдать ребенка в конный спорт» или в гольф, или в поло. Но будем сегодня об этом разбираться. Действительно ли элитный или доступный вид спорта? Сегодня мы говорим про гольф. Мы играем на своем поле. Меня зовут Наталья Шатова. Для связи с нами телефон 65 10 99 6, код города 495. Звоните, рассказывайте, можете ли вы позволить себе отдать ребенка в элитный вид спорта, или это все-таки вам не по карману. Вы можете писать свои комментарии на сайте Финам.фм, на страничку программы на своем поле. И сегодня мы поговорим с людьми, которые утверждают, что гольф, несмотря на то, что элитный вид спорта, он все-таки является доступным. У нас в гостях Николай Фанасьев, главный тренер сборной России по гольфу, и руководитель управления спортом Ассоциации гольфа России. Николай, добрый день. Добрый день. Я так понимаю, что вы в корне не согласны с постановкой нашего вопроса, и уверена, что каждый желающий, по большому счету, может себе позволить купить соответствующую экипировку, купить соответствующий инвентарь, скажем так, и прийти на гольф-поле и позволить себе прикоснуться к элите. Нет, ну, наверное, каждый желающий – это не совсем корректно, но вот если мы говорим о детском спорте, да, то тут гольф – абсолютно бесплатный вид спорта, по крайней мере. Ну, в Москве, в Подмосковье и в ряде регионов России существуют спортивные школы, которые совершенно бесплатно обучают детей, предоставляют им спортивную экипировку. То есть, если вот вы говорили, что в легкой атлетике надо купить шиповки и какую-то элементарную форму, то здесь просто надо прийти и попробовать совершенно бесплатно. Ну, я, честно говоря, знаю про детские спортивные школы и секции, где занимаются волейболом, баскетболом, хоккеем, где занимаются гольфом, я абсолютно никогда такого не слышала. Еще бесплатно? Да, абсолютно бесплатно. Это одна из структур Москомспорта, ну, конкретно касаемо Москвы, называется Московская школа, из дюшер Московской школы гольфа, там работают порядка 20 тренеров, несколько филиалов. Ну, центральный в Куркино, да, там есть первое в России муниципальное поле. Ну, там абсолютно меняем, ну, как бы, совершенно бесплатно для детей и, ну, достаточно меняемые цены, на мой взгляд, для, ну, просто всех желающих, кто хочет попробовать. Поэтому я понимаю, что в России существуют такие стереотипы касаемо гольфа и определенный ореол, который создавался годами, и поэтому некоторое время понадобится, чтобы он стал, ну, чтобы многие наши заграждане поняли, что это доступный вид спорта и много очень площадок, на которых люди могут поиграть за вполне вменяемые, вменяемые деньги. А поле в Куркино, оно действительно хорошего качества или это сделано на уровне «сделали и хорошо»? Ну, вы знаете, просто перед этим полем изначально ставили задачу создать такое доступное поле для детей в первую очередь. То есть изначально была такая модель. Поэтому, да, я не могу сказать, что это поле чемпионского класса, как многие другие в Москве и Подмосковье, но, тем не менее, это достаточно хорошее поле с очень хорошими условиями для тренировки, я так скажу. Для хорошего, правильного, скажем так, полноценного гольфа или для мини? Нет, для полноценного гольфа просто там, как бы, все поля, они делятся на определенные подклассы, да, чемпионское поле, оно определенной длины, определенное, там, должно быть, ну, определенное качество травы или еще какие-то условия. А это поле такого клубного уровня, то есть, скажем так, на нем соревнования международные проводить нельзя, но на нем можно играть и спокойно тренироваться в полноценный гольф без проблем. Что касается экипировки, что касается инвентаря, по большому счету хорошая клюшка стоит тоже не очень дешево, и если вы хотите ребенка с ранних лет приучать к хорошей игре, к хорошей технике, соответственно, нам нужно и соответствующий инвентарь иметь в наличии. Как там обстоят дела? Не, ну, в школе есть инвентарь, мне кажется, достаточно высокого уровня, да, то есть никаких проблем с этим нету. Безусловно, на определенном уровне, да, скажем так, если мы говорим о спортивной терминологии, уровне, там, кандидат в мастера спорта первого разряда, да, то, безусловно, нужны уже задуматься о подборе какого-то индивидуального инвентаря и так далее, и так далее, но это исключительно на этом уровне, чтобы попробовать и начать ребенку, там, в 7 лет и до 12, я думаю, никаких проблем у него с инвентарем, и ему покупать даже ничего не надо. Николай, смотрите, у нас получается такая замануха, вы к нам, дети, приходите, родители приводите, у нас вот есть немножечко бесплатного поля, у нас есть более-менее приличный инвентарь на начальном уровне, а дальше, если вы хотите, дорогие родители, чтобы ваш ребенок повторил, дай бог, карьеру Тайгера Вудса, то вы, пожалуйста, вкладывайте денежки, и тогда у вас все получится, так? Ну, не совсем так, получается, следующим образом, если ребенок показывает определенный результат, я не говорю там уровня Тайгера Вудса, определенный результат, он попадает в сборную команду Москвы, которая обеспечит его и всем наилучшим инвентарем, и сборами, и участием в соревнованиях. И все безвозмездно и даром? Да, да, вот. Дальше, если он выполняет, ну, скажем так, достигает чуть более высокого уровня, он попадает уже в сборную России, там, ну, я думаю, что мало видов спорта, где такие же хорошие условия для подготовки, ему обеспечивается и питание, и сборы, и соревнования, и необходимые, ну, все практически. То есть вы наставите на том, что если ты хороший спортсмен, то тебе вообще не нужно ничего платить? Ну, я, скажем так, через это прошел и так же начал. Я из обычной среднестатистической семьи так же начал, и вот на всем этапе, ну, за все время я, честно говоря, ни разу так вот за занятия, ну, никому не оплачивал. И даже работу тренера? Ну, работой, я занимался в группе, ну, скажем так, которые оплачивали, вот, работу тренера оплачивал там клуб, или, ну, сейчас уже оплачивает государство. А насколько сейчас гольф популярный вид спорта? Насколько люди хотят им заниматься? Ведь разнообразие шикарное. Хочешь легкая атлетика, хочешь конный спорт, хочешь пола. Ну, он становится все более и более популярным, вы знаете, конечно, не в такой, там, прогрессе, как нам хотелось бы, но, безусловно, все больше и больше детей играет. Если, ну, скажем так, 5-6 лет назад занималась в Москве, наверное, ну, в общей сложности, может быть, 300 детей, там, 300-350, да, то сейчас, я думаю, все, может, цифру приближается к тысяче, может, даже и больше. Только официально вот детей, которые записаны в спортивную школу, ходят заниматься, их порядка 700-800 человек. Ну, это не так много. Ну, это, безусловно, немного, да, если мы говорим, там, сравниваем это с хоккеем или с какими-то такими видами спорта, ну, определенная динамика положительная, на мой взгляд, есть. Смотрите, мы на нашем портале Финам.Инфо проводили дискуссию для всех посетителей нашего сайта и задавали вопрос, вы можете позволить себе заниматься гольфом? Так вот, лишь 40 человек ответили, да, что это, в принципе, возможно, и 296 ответили, что это невозможно. Знаете, сейчас я вам процитирую, почему это невозможно. Давайте, интересно послушать. Только для детей, обеспеченных родителей, доступны занятия такими видами спорта, как гольф, горные лыжи и большой теннис. Любые спортивные секции платные. 2000 рублей для семьи, где один из родителей работает, а другой нет, где есть один или двое детей, это финансовый барьер. Чего говорить о тех спортивных секциях, которые работают в больших спортивных комплексах? 300 рублей – разовое посещение бассейна. Родителям ребенка, который хотел бы ходить в бассейн через день, эта сумма накладна. Безусловно, пришла пора вернуться к массовому спорту. Каждый ребенок мечтает не о спорте больших достижений, а чтобы его ребенок был здоров. Чтобы он был здоров, надо ставить дворовые площадки, где дети могли бы спокойно играть в тот же хоккей. Сейчас этого нет. И это не такая простая проблема, как кажется на первый взгляд. Мы явно не можем отнести гольф к массовому виду спорта. Как вам такая идея, чтобы те средства, которые направляются на строительство полей для гольфа и на покупку экипировки, отправить на развитие дворового хоккея, дворового футбола и баскетбольных площадок во дворе и в парке? Ну, знаете, скажем так, во-первых, начнем с того, что первое пару предложений, мне кажется, я уже аргументированно объяснил, что это не так, что это для детей исключительно состоятельных родителей. Это раз. Во-вторых, если относиться к распределению средств таким образом, то есть я эту позицию уже несколько раз слышал и, скажем так, дискутировал на эту тему, то тут можно очень далеко уйти, понимаете, потому что вот я считаю, что все виды спорта, особенно те, которые представлены на Олимпийских играх, должны, насколько это возможно, в равной степени развиваться, поскольку это дает нашим детям и, скажем так, всем, кто увлечен спортом, какой-то выбор. Если мы будем развивать какой-то один, допустим, хоккей, да, я очень к нему положительно отношусь, давайте развивать хоккей, тогда другие виды пострадали. Но это не совсем правильно, да, в определенной степени есть какая-то концепция и стратегия развития спорта в стране. И, как мне кажется, мы должны ее реализовывать в таком виде, в котором она есть, развивать каждый вид спорта, ну, по мере возможности, да, и сказать, что давайте возьмем из одного вида спорта и отдадим все другому виду спорта. Ну, а если у того, извините, тот вид спорта, в который передали, там что-то не получится. Николай, ну, смотрите, вы представили идеальную ситуацию. Вы приходите, у вас все получается, вы технически одарены, у вас все в порядке с, грубо говоря, там, с техникой удара, и вы стали сначала членом сборной команды Москвы, потом сборной России. Если я к таковым не отношусь, если мне нравится просто играть, я не вхожу в сборную страны, я не вхожу в сборную России или в Москву, в состав национальной команды не прохожу, что дальше? Ну, тут существует несколько вариантов развития событий. Если, то есть до 18 лет вы играете в таком бесплатном режиме, пробуете, у вас там получается, не получается, по-разному. Дальше, если вы хотите продолжать заниматься, то существуют поля, ну, как в Куркино, ну, несколько полей в Подмосковье, которые, ну, там, гольф-клуб «Тайгер», которые предоставляют, на мой взгляд, вполне вменяемые условия финансовые, по которым просто человек может прийти и продолжать заниматься. Например, игра на поле «Девять лунок», что по продолжительности составляет, наверное, 2,5-3 часа, стоит 2,5 тысячи рублей. Каждое занятие, каждый игрок. Нет, не каждый занятие, просто человек приходит и самостоятельно идет играть. Я должна при этом быть обязана членом клуба, или я могу разовое посещение купить? Ну, разовое посещение. Понимаете, что тут сам по себе структура гольф-клубов, она, ну, такая же, как там в других фитнес-клубах. Где-то можно, где-то нельзя. Это каждый выбирает сам. Тему гольфа продолжим. У нас сейчас новости на Финал Мехаме. Итак, мы сегодня говорим о гольфе и пытаемся понять, элитный это или доступный вид спорта. Если у вас есть свое мнение по этому поводу, если вы отдали своего ребенка и довольны тем, как ребенок развивается и показывает успехи, или вы хотели бы, чтобы ваш ребенок этим занимался, но у вас нет для этого средств, звоните. Телефон студии 65 10 99 6, код города 495. У нас в гостях Николай Афанасьев. Это главный тренер сбора России по гольфу. Редкий случай, можно ребенку своего, если что, понадобится пристроить, если вдруг он подает надежды, да, Николай? Можно такое? Пристроить, конечно, мы не сможем. Но вдруг он слишком будет талантливый, хороший. Дай бог такого встретить. А насколько вот у нас сейчас, Николай, расскажите нам, развивается детский гольф? Насколько дети с удовольствием идут? Есть понятие, я так понимаю, какого-то, ну, скажем так, элитного бизнес-спорта. Когда человек приходит в свое удовольствие, играет, у него есть такая возможность, есть возможность купить хороший инвентарь, заплатить за аренду поля и прийти с деловыми партнерами, попеременно выпивая какой-нибудь коктейль и делая вид, что играет гольф, решать деловые вопросы. Есть же такое? И есть гольф как вид спорта? Вот насколько сейчас эти понятия между собой смешиваются или наоборот разделяются? И есть ли у нас действительно спорт детский, гольф? Ну, вы знаете, я считаю, что если государство обратило внимание и открыло целую спортивную школу, то, значит, все-таки какие-то предпосылки к этому были. Они же не открывают просто от того, что вот захотели, открыли. Там определенная критическая масса детей появляется, которые хотят заниматься, которые, ну, видят это своим будущим, которые хотят стать профессиональными спортсменами. Соответственно, на мой взгляд, это развивается достаточно быстро, и все больше и больше детей играет, и они действительно заинтересованы этим. Сейчас вот реализуется программа школьного гольфа, где непосредственно урок физкультуры даже будут преподавать гольф, и дети будут пробовать заниматься. Я хочу сообщить для наших слушателей, что у нас приятное пополнение в нашей компании. К нам присоединяется Елена Ахмедьянова, она директор ассоциации Гольфа России. Елена, добрый день. Здравствуйте. Мы вот тут обсуждаем, насколько сейчас актуально развитие гольфа, или все-таки лучше отдать те деньги, которые есть у государства, на развитие более доступных и более массовых видов спорта. Вот ваше мнение нам тоже очень интересно. Что скажете? Ну, сегодня, на сегодняшний день, конечно, пока еще не идет речи о том, что мы от государства имеем какую-то серьезную поддержку, и государство сегодня готово тратить деньги. Вот Николай упомянул о программе школьного гольфа, это наши первые шаги. С помощью которых мы пытаемся искать поддержки бюджетной. Но она тоже не имеет под собой серьезной финансовой нагрузки, потому что мы также поработали над неким пулом поставщиков специализированного оборудования, подходящего для школьников от первого до одиннадцатого класса. То есть оно специальное, безопасное, соответствует всем гигиеническим стандартам и так далее. Оно совершенно недорогое. Давайте цены обозначим. Это 25 тысяч рублей за комплект для всей школы. Для всей школы? Для всей школы, да. С помощью которого можно проводить на уроках физкультуры тренировочный и небольшой ознакомительный процесс, с помощью которого дети смогут понимать, что это такое, из каких составных частей состоит этот вид спорта, какая, даже не аббревиатура, а какие определения применяются. И когда ребенок подрастает, и вдруг слышит это где-то среди интересов своих друзей, или вдруг узнает, что поблизости есть какие-то школы, клубы и так далее, для него это не новое. Ему не придется с самого начала, с самых азов изучать, что это значит. Мы говорим про 25 тысяч за комплект для целой школы. Если мы говорим про индивидуальный комплект для ребенка, который вот только начинает, первый, второй год обучения, во сколько ему обойдется или его родителям, если он хочет, чтобы у него была своя индивидуальная клюшка, своя хорошая экипировка, сколько это стоит? Я бы хотела для начала особо отметить следующий факт. Для того, чтобы начать заниматься, не обязательно сразу приобретать полный комплект. Вот Николай меня поправит, если я сейчас ошибусь. Первый год тренировок, отрабатываются определенные удары, определенные движения. Для этого нужно всего лишь несколько клюшек, 4-5 клюшек основных. И они могут быть и не новые. Как правило, сегодня у нас существует такая тенденция, что все это передается по наследству от старшего поколения к более младшим детишкам. Лен, цены, Лен, очень интересно. Но сегодня стартовый комплект полностью, наверное, можно купить 1013-15. Да, не больше. Даже одесский, если мы говорим о детях, то может и доступнее, там, 6-7 тысяч рублей. То есть это, если начинать сравнивать цены, раскладывая так по составным, то получается, что гольф, это совершенно не имеет под собой каких-то невероятных расходов. Но он сопоставим, наверное, как мне кажется, например, со спортивными бальными танцами. Там тоже есть, да, тенденции передавали там платье. Я бы сказала, что, наверное, он сегодня даже дешевле. Потому что вот у меня лично есть опыт. Моя крестница занимается бальными танцами. Я вижу, как они каждые выходные выступают, как они платят стартовые взносы, как они платят преподавателям, которых возят с собой по всем турнирам-чемпионатам, какие они шьют платья. Они даже портник за собой возят по всем турнирам, потому что там организовываются ярмарки, можно купить что-то подешевле, и портнихи выбирают, рекомендуют какие-то... Это невероятная индустрия. И просто там никто не считает в столбик. Знаете, вот так можно всё сложить разом, испугаться. А можно в течение жизни нести эти расходы, радуясь достижениям и успехам ребёнка. И, в принципе, ничего пугающего не происходит. Вот в гольфе сегодня, к сожалению, сложился такой стереотип, потому что гольф нам сегодня известен по фильмам, по каким-то ярким событиям, по успехам звёзд этого вида спорта. И, естественно, там звучат сумасшедшие цифры. Но, как в любой отрасли, например, ресторанный бизнес или фитнес-центры, они все бывают люксового класса. Это стоит, конечно же, дорого, потому что люди там платят не только за спортивную составляющую, а ещё за определённую закрытость, недоступность. Они как раз и оплачивают большими взносами вот эти факты. Но есть и поля открытого типа. Например, в Испании гольф — это спорт таксистов. То есть может позволить себе тот человек, который открутил баранку целый день, у него достаточно связь для того, чтобы прийти и поиграть парочку часов. Именно так. Недавно я слышала историю о человеке, который путешествовал по Соединённым Штатам Америки, и как вот такая вот небольшая подробность, оказался без средств. И слышал где-то и видел когда-то в кино, что можно в гольф-клубе подработать к Эдди. Он пришёл в гольф-клуб, посмотрел, походил, видит такой крепкий, высокий мужчина, разминается, собирается на поле, подошёл к нему и говорит, а давайте я вот вам за небольшую плату поношу вашу сумку. Тот человек сказал, с удовольствием вы можете пройти со мной поле, я с вами пообщаюсь, но сумку я буду носить сам. И в процессе разговора выяснилось, что это водитель школьного автобуса. Понимаете, просто, к сожалению, отсутствие информации на сегодняшний день порождает вот массу этих мифов. Есть вопрос сразу и к Николаю, и к Елене. Расскажите мне, пожалуйста, в связи с чем вдруг заговорили про гольф? Понятно, что пришли фильмы, открылся занавес, и люди вдруг увидели, что помимо хоккея и помимо футбола есть ещё какие-то такие вот интересные виды спорта, для нас до этого неведомые. Или вдруг всплеск пошёл в связи с тем, что начались телевизионные трансляции, люди стали смотреть, как это, это вот что-то интересное, можно попробовать, с чем это происходит, с чем связано. Если говорить о всплеске, о гольфе, связанном с сегодняшней ситуацией, то это, конечно же, включение этого вида спорта в олимпийскую программу 2016 года. В 2010 году было принято решение комиссии МОГ, и, естественно, теперь мы имеем право более пристально требовать к себе внимания, со стороны органов исполнительной власти в том числе, потому что нужна поддержка, нужна поддержка для сборной, нужна поддержка для детско-юношеского спорта. Но эта поддержка, мы сегодня не говорим о том, что нужно построить в каждом районе поле или драйвин рейндж. Возможно, мы сегодня к этому не готовы. Я считаю, что мы способны сегодня создать в рамках обычного рынка спрос на этот вид спорта, и тогда инфраструктура начнет строиться само собой на основе как-то бизнес-инициативы, когда люди поймут, что эта инфраструктура окупаема. А бизнес, гольф как бизнес, он окупаем, он приносит доходы? Или пока на первоначальной стадии, пока это только развивается, пока набирает обороты популярности, это только процесс вкладывания денег и пока не получения отдачи? Как это? Ну, насколько мне известно, сегодня в России чистый гольф, конечно, не окупается и не приносит доходов. Сегодня гольф-поля строят для повышения капитализации общей стоимости девелоперского проекта, связанного с строительством сопутствующей недвижимости и продажи домов, апартаментов. Звучит так, да? Есть в жилом комплексе поле для гольфа. Уже раз-то она поднялась. Конечно, да. И делают очень верно. Сначала строят поле, а потом уже продают сопутствующую недвижимость. Естественно, стоимость квадратных метров повышается, но тем не менее для нас это возможность развития этого вида спорта, прежде всего, да, а не недвижимости сопутствующей. И вот хотелось бы, чтобы такие поля строились, вот на текущий момент построено несколько полей именно по такому принципу. Но хотелось бы, чтобы в дальнейшем и в будущем появились поля немного другого типа. Да, а что должно быть? Которые пропагандируют политику открытого типа. То есть, которые строятся, да, они в общем комплексе, но они не в закрытом общем комплексе. Они были бы доступны всем желающим. Например, сегодня такое поле в этом году открывается, если я не ошибаюсь, по Рогачевскому шоссе, да, Николай? Это проект называется «Линкс». Поле запустили в прошлом году. И вот в этом году открывают клубный дом и планируют его активно эксплуатировать уже и открыть для посещения. Вот там будет реализовываться политика открытого типа. То есть все желающие могут приехать, заплатить за игру, которая будет стоить доступных... Мне кажется, 18 лунок, да, там это порядка 5,5 часов, будет стоить 3 тысячи, 2,5, в зависимости от времени. Это за вот саму непосредственную игру, не с человека. Речь идет целая вот стоимость. Нет, за игру с человека. Да, вот человек просто придет, он хочет сыграть 18 лунок. Вот столько ему это предстоит. Вы считаете, это адекватная цена или она никак не сопоставима с теми ценами, которые есть, например, в той же Испании, про которую Лена говорила? Мы считаем, что это как раз адекватная цена. Да, и сопоставима с ценами в Европе. Абсолютно верно. Вы можете, ну, вот как пример, наверное, хорошую аналогию посмотреть. То есть посмотрите, сколько стоит аренда кортов в Москве, да, вот те же на 5 часов. И вы обратите внимание, что там цена будет раза в 2-3 выше, чем ту, которую мы назвали. А насколько сейчас много гольф-клубов из закрытого и открытого типа в Москве? Сколько есть возможности у меня прийти и выбрать в нужном мне районе, в ближайшем? Ну, если говорить о том, что вы начинающий гольфист, наверное, стоит рассказать немножко приоткрыть некую технологию такого спортивного пути. Сначала вас на поле, конечно же, никто не пустит, потому что вы не обладаете навыками, вы будете замедлять игру, мешать окружающим и так далее. Сначала меня отправят в стан новичков. Да, в стан новичков. Лен, можно я вас немножечко сейчас прерву? У нас сейчас новости о том, как стать из начинающего гольфиста в профессионалы. Расскажем после новостей сейчас на Финам. Финамфм новости. Телефон студии 651099,6, код города 495. Вы можете писать свои комментарии на сайт Финамфм, на страничку программы на своем поле. Сегодня обсуждаем гольф, насколько элитный это вид спорта. Или может позволить себе заниматься практически любой желающий. У нас в гостях Елена Ахмедьянова. Она директор Ассоциации гольфа России. Елена, еще раз добрый день. Добрый день. И вместе с нами Николай Афанасьев, главный тренер сбора на России по гольфу. Мы начали говорить о том, что мне нужно сделать, как потенциальному гольфисту, для того, чтобы получить возможность, получать удовольствие от профессиональной игры. Чтобы получать удовольствие от профессиональной игры, вам, конечно же, стоит научиться играть сначала. И только после этого вы сможете пользоваться той потрясающей инфраструктурой гольф-поля, 18 лунок, красивые пейзажи и так далее. Для начала, конечно, нужно взять несколько уроков. Вот сегодня мы как раз занимаемся тем, что разрабатываем вот этот вот стартовый пакет, базовый. Это, конечно, еще до конца не отшлифованная и не отработанная идея, но я бы могла ее озвучить. Например, для любого человека, который интересуется гольфом, сегодня, открыв даже интернет, не очень ясно, куда пойти, с чего начать, с какого тренера взять, сколько уроков взять, какой результат в течение какого-то периода человек может получить. Вот мы хотим простроить такую понятную цепочку спортивной эволюции каждого персонально, что, например, вот я беру первые 10 уроков в небольшой группе 4 человека. Например, стоит это 10 тысяч рублей за 10 занятий два раза в неделю. То есть занятость на ближайшие два месяца как бы обеспечена. В результате чего вы получаете по утвержденной, например, мы планируем прямо с Ассоциацией разработать такую программу в 10 часов, которая бы давала вам навыки работы со всеми клюшками, навыки прохождения всех препятствий, базовые знания о правилах, этикете, то есть вот базовый такой уровень элементарных знаний для того, чтобы сделать этот выбор. Стоит вам дальше шагать? Стоит вам дальше заниматься? Или вы понимаете, что, ну, наверное, это не мое? Лен, простите меня, пожалуйста, я много лет провела в спорте, я вот даю вам 158 тысяч процентов, что за 10 часов никак нельзя понять, насколько человек готов к этому виду спорта. Ну, нельзя научить за 10 часов, правда. Вы знаете, а мы ставим свои задачи не научить за 10 часов, а за 10 часов человека погрузить и дать ему попробовать. Потому что пока человек стоит до этого шага и говорит, нет, наверное, гольф – это дорого, наверное, это скучно, наверное, это неинтересно, наверное, это не мое. Я считаю, что здесь действительно человек не объективен, потому что он даже не попробовал. А когда он попробовал, когда он погрузился, когда он испытал вот этот драйв от первых ударов, когда первый раз полетела клюшка, вот Николай кивает головой, я могу себе немножко сказать, когда мой первый мяч полетел, насколько у меня самый длинный удар, в прошлом году получилось 125 метров, я прыгала, как маленький ребенок, визжала и радовалась этому настолько искренне, потому что даже недавно я слышала факт такой, что самая высокая концентрация адреналина в одну секунду происходит только у гольфистов при свинге. В остальных видах спорта этот выброс адреналина, он так ровно растянут на весь процесс игры, а здесь вы делаете удар, гениальный для вас, дальше выдыхаете и делаете небольшую прогулку до следующего удара, затем снова концентрация удар, снова расслабление. Это спорт, который нужно попробовать, только после этого вы сможете что-то объективно сказать, подходит вам это или нет. И вот сегодня попробовать, например, ну можно взять индивидуальные занятия в гольф-клубе, да, это стоит дорого, конечно. Ну тоже зависит уже от гольф-клубов, некоторые гольф-клубы все больше и больше предлагают какие-то такие... От гольф-клубов, от профессионалов. Да, конечно. Сегодня все уже понимают, что нужно привлекать людей, дать им попробовать, потому что, не имея представления, никто не придет и не заплатит деньги за индивидуальные тренировки высококлассному профессионалу, который, естественно, его услуги стоят дорого, потому что он имеет образование, опыт, у него есть личные достижения, ему есть что рассказать, чем поделиться и какой опыт передать. Можно вопрос, Николай? Вы тренируете сборную, Вы работали директором школы, насколько я знаю, которая как раз в Куркино расположена. Сколько нужно ребенку времени, чтобы он сам и чтобы ребенок понял, что да, это его вид спорта? Какой процесс во временном отрезке проходит ребенок от первой стадии до понимания, что он вполне годится, чтобы попасть в сборную, даже с начала Москвы? Ну это зависит от мыг, конечно, факторов, все дети по-разному развиваются, но я считаю, что из последнего опыта могу сказать, чтобы попасть в юниорскую команду порядка двух-трех лет такой полноценной тренировки, то есть я говорю о пяти разах, пять раз в неделю такой полноценной. Ну стандартной. Да, как в любом другом виде спорта. За два-три года он может достичь определенных результатов, а за один сезон полноценный, то есть я имею в виду, в связи с тем, что у нас климатические условия позволяют играть 12 месяцев, полноценный сезон может дать и обычно дает любому человеку представление о том, хочет ли он этим заниматься регулярно или нет. Какие должны быть у ребенка, что называется, предпосылки, физические кондиции, чтобы было понятно, что он гольфист, и там там длина рук, ширина шага, меткость удара, координированность, что это должно быть? Ну, вы знаете, конечно, координация нужна определенная, но как раз задача тренера, да, развивать эти навыки, нет каких-то особенных таких предпосылок, как в любом, ну, может, во многих других видах спорта, это задача тренера, развитие, как бы сильные стороны у человека выявить. Но, с другой стороны, мы должны понимать, что дети тоже развиваются, и если он пришел, и у него там что-то не получается, это не значит, что у него там через 2-3 года не начнет получаться, как у других детей, поэтому я вот так вот отвечу. А что в итоге гольф развивает? Вот, когда я начинаю заниматься гольфом, я в итоге получаю вот такие свои технические характеристики тела. Ну, знаете, сейчас вот в последнее время, если мы говорим о гольфе, как о виде спорта исключительно, он все больше, выше и выше требований именно непосредственно спортивным навыкам и качествам спортсмена, да, то есть это, безусловно, и это и координация, ловкость, гибкость, ну, очень важен психологический фактор. То есть все эти аспекты гольф развивает и, ну, скоростные силовые качества тоже, безусловно, затрагивает. Так что я считаю, он такой достаточно разносторонний, хоть со стороны он и смотрится, что это такое тихое, спокойное времяпрепровождение. Просто, когда именно мы говорим о спорте, это достаточно насыщенный и такой серьезный вид спорта. Смотрите, в связи с тем, что гольф стал олимпийским видом спорта, понятное дело, что, во-первых, конечно, к нему увеличился интерес, да, Елена, вы об этом нам сказали, но и финансирование немножко по-другому плану уже теперь строится, если это официальный вид спорта, в котором собирается наша страна принимать участие. Соответственно, нам нужна хорошая тренерская школа, нам нужны спортсмены, которые бы представляли нашу страну. Вот в связи с этим, каким образом сейчас идет финансирование, как вы его получаете? Получаете ли вообще, или пока тоже вынуждены ходить по спонсорам? Естественно, мы в первую очередь вынуждены ходить по спонсорам. Министерство спорта поддерживает нас в небольшой части, поддерживает наш Олимпийский комитет. Мы создали программу подготовки до 2016 года, план работы сборной, ее работу с тренерским составом. В качестве тренеров мы выбрали специалистов в Соединенных Штатах Америки, но также мы эту базу хотим использовать и для роста наших тренеров, потому что сегодня работа построена таким образом, что тренерский штаб в Академии, где сегодня проходит подготовка нашей сборной, с ними очень плотно работают наши тренеры в связке, там структурно все простроено, вся взаимосвязь осуществляют контроль на местах, затем в течение года после этого сбора, после возвращения из Соединенных Штатов Америки, будут работать наши тренеры со сборной. Несколько выездов американских тренеров запланировано на учебно-тренировочные сборы нашей сборной, и дистанционный контроль тоже постоянно происходить будет. Но очень серьезные ударения мы делаем в этом всем процессе, как на работу с членами сборной, так и на работу с нашими тренерами, чтобы они впитывали эту методику, чтобы переносили ее и самостоятельно могли реализовывать, а потом и здесь передавать, потому что потом, после сбора в Соединенных Штатах Америки, мы строим ряд семинаров для тренеров, работающих в России, не выезжавших туда, чтобы передать какой-то опыт, какие-то навыки. И, естественно, мы рассчитываем, что сегодня как таковой тренерской школы в России, конечно, нет. Есть факультет в Руговке, который функционирует, но он не имеет серьезной методической базы. Мы видим переговоры с иностранными европейскими организациями для того, чтобы купить или получить в пользование. Вот сегодня уже есть предложение и обсуждается возможность передачи нам учебной программы, которую мы адаптируем под вузовские стандарты в России и получим образование тренерское в области кольфа, которое будет признано и в России, и будет соответствовать всем мировым стандартам. А спортсмены, насколько они конкурентоспособны для того, чтобы выступать на уровне, допустим, тех же Олимпийских игр. Мы можем сейчас реально говорить, что мы в пятерку, например, войдем в лучших, нет? Ну, наверное, так мы не можем говорить. Наверное, никто не может говорить. Просто конкурентоспособны. Да, вот в женском гольфе, допустим, у нас есть определенные достижения, которые мы можем сказать, что... Называйте фамилии, Николай, мы практически ни с кем не знакомы. Галина Ротмистрова, Анастасия Костина, Мария Верченова, да, это те спортсменки, которые я как главный тренер рассчитываю на их попадание на Олимпийские игры. А в одном конкретном турнире, который будет продолжаться 4 дня, может произойти всякое, и прогнозировать, кто именно выиграет, очень сложно. Это раз. Конечно... Но мы конкурентоспособны в женском. Да, я считаю, в женском... Ну, безусловно, есть определенные достижения. Я не могу сказать, что мы лидеры, да, но мы крепкие середняки вот этих девчонок, я могу назвать. Приятно слушать. Да, что касается ребят, конечно, там конкуренция гораздо выше, и сложнее пробиться наверх. Но там это связано с всем понятными факторами, такие как и рекламные, и спонсорские контракты. И все очень хотят, и этот вид очень развит в Америке и Европе. Ну, сейчас Азия очень сильно развивается, особенно вот Китай, они строят много полей, все больше и больше. Китай, по-моему, мне кажется, в любом виде спорта развивается. Да, это надо отдать им должное, все-таки. Да, так что вот такая вот ситуация. А уже к 2016 году посмотрим, как это все получится. Конечно, вы наверняка знаете ситуацию, которая складывается в мировом гольфе. Есть же виды спорта, и ни для кого не секрет, для Олимпиады не является главным турниром, где ради этой победы не выкладываются все силы. Как вы считаете, гольф будет относиться к тем видам спорта, где ради Олимпийских игр люди будут на время прекращать какие-то свои, например, этапы Кубка мира? Сто процентов. То есть гольф будет, главной вершиной это будет Олимпизм? Ну, я думаю, да. Понимаете, ни одной Олимпиады, вот в современном, ну, если мы не берем в 900-е годы, то еще гольфа не было на Олимпиаде. Конечно, я считаю, что это будет пиком достижения для любого спортсмена. Ну, время покажет, как это на самом деле. То же самое теннис, он не так давно в Олимпиаде, ну, скажем так, в Олимпиаде. И сейчас с каждым годом он все больше и больше набирает обороты, все больше поднимает престиж этого, ну, Олимпийского турнира непосредственно. Поэтому я надеюсь, и гольф пройдет такой же путь. Но понадобится же какой-то отрезок времени, потому что только сейчас, да, Олимпийская медаль в теннисе, она стала цениться ничуть не меньше, чем, например, победа на любом турнире Большого Шлема. Ну, безусловно, время понадобится. Я думаю, все объективно понимают, что тут просто надо понять, как это будет происходить, как это будет реализовываться, как будут спортсмены выступать. Это, ну, очень большое и сложное такое событие для гольфа и вообще для международной гольфа общественности, включение в Олимпийские игры. И все очень, скажем так, вдохновлены, с одной стороны, с другой стороны, очень сложно представить, как это будет и как это вот... Но вы хотите и боитесь, или, ну, так вот так, побаиваетесь, скажем так, опасаетесь, или просто только хотите, вот... Мы просто хотим, понимаете. Мы как для нас это очень большое событие. Вы знаете, как к Олимпийским играм относятся в России, все ждут с нетерпением, все ожидают. Да, да, потирают руки. Да, просто тут, я бы не сказал, просто в других странах относятся к этому менее внимательным. У нас, конечно, ожидания в первую очередь и ожидания хорошего. О том, как будет формироваться наша Олимпийская сборная для участия на Играх 2016 года, мы обязательно поговорим, но уже в следующей, в последней части нашей программы мы обсуждаем гольф, насколько это элитный или доступный вид спорта, а сейчас мы выходим на новости и буквально на полторы минуты прерываемся. Я еще раз приветствую тех, кто только что к нам присоединился. У нас весьма занимательная тема. Для тех, кто собирается играть в гольф, мы обсуждаем, сколько это стоит, насколько это возможно, и у нас сегодня гости, которые утверждают, что мало того, что это возможно, у нас есть еще все для этого условия. У нас Елена Ахмедьянова, директор Ассоциации Гольфа России, и Николай Афанасьев в гостях. Лен, вы сказали, что это не только возможно, но и сейчас есть для этого все условия, есть базы, есть тренеры, и есть у нас вся необходимая инфраструктура. Рассказывайте, что есть. Да, конечно же, хотелось бы обратить внимание, что помимо больших гольф-полей, о которых много говорят, показывают в кинофильмах, снимают острые сюжеты, для того, чтобы начать играть в гольф, достаточно тренировочной площадки. Это драйвинг-ренч и учебные лунки. Такие площадки есть и на территории Москвы сегодня. Назовите всех поименно. Ну, давайте, например, Крылатское. Гольф-клуб «Тайгер». Гольф-клуб «Тайгер». В Павлово. Куркино. Куркино. Есть драйвинг-ренч в Лужниках, который будет восстановлен в этом году. На Лиственничной аллее. На Лиственничной аллее. В Тимирязевской академии есть драйвинг-ренч. Видите, вы согласитесь со мной, что есть площадки, и они достаточно рассредоточены по географическому принципу. Можно выбрать место, в которое приехать два раза в неделю, чтобы взять урок и получить навыки игры в гольф. Цена вопроса 10 тысяч за 10 занятий. Да, мы хотим в этом году запустить такую стандартную программу, которую будут реализовывать аккредитованные нами профессионалы, тренеры, которые возьмутся реализовать эту программу, площадки, которые согласятся работать в рамках этой программы. И мы через ассоциацию будем реализовывать эту программу, наполнять группы. То есть каждый сможет выбрать, каждый желающий получить этот тренировочный процесс, сможет выбрать по территориальному принципу подходящую ему площадку, согласовывается время, и запускается эта группа. 10 занятий два раза в неделю, то есть за полтора месяца человек может получить базовые навыки. Я еще раз говорю, это, конечно же, не высочайшее мастерство, это не те навыки, которые позволят сразу выйти на поле и играть в турниры, конечно же, нет. Это будут базовые навыки, после которых человек может сам без тренера уже встать и через занятия, например, сам повышать свое мастерство, оттачивать какие-то удары, через занятия брать тренера для индивидуальной поддержки. Это тоже будут предложены специальные цены для тех, кто прошел первый уровень этой программы. Таким образом, у нас выстраивается некая цепочка поступательных движений, которые к концу сезона, например, те, кто смогут заняться и взять эту программу, например, самые первые Драйвин Рейджи открываются где-то 20 апреля. Посмотрим, конечно, как снег сойдет в этом году, но я думаю, что о майских праздниках, как старт, мы можем говорить. Если, например, в мае человек начинает заниматься, май-июнь, он тренируется в этой небольшой группе, в июле он выходит на Драйвин Рейджи самостоятельно или берет несколько индивидуальных занятий с преподавателем. В августе-сентябре мы планируем провести ряд турниров именно для начинающих, результаты которых будут заноситься в счетные карточки и приниматься для учета в систему гандикапов. А правила таковы, что сдав три карточки, человек может вступить в систему гандикапов, то есть может уже начинать считать свой индивидуальный гандикап. А наличие регистрации в системе гандикапов позволяет ему уже принимать участие и в турнирах следующего этапа. То есть для самых высоких гандикаповых групп проводятся такие турниры на территории России, выездные. Функционируют они как клубы по интересам, когда люди объединяются и между собой играют, самоорганизовываясь. Есть у нас в России несколько промоутеров, которые проводят такие турниры. Компания «Гольф-Профи» проводит турниры. Я знаю еще несколько. У вас очень выстроена система уже, что должно быть? Она сегодня существует, но она логически пока что не взаимосвязана. Задачу на этот год перед собой мы такую ставим. Все это логически увязать и практически на блюдечке с голубой каемочкой преподнести это в доступной форме, чтобы люди видели, что беря базовые уроки, платишь за это такие-то деньги, получаешь такие-то навыки. Потому что сегодня, беря индивидуального преподавателя, ты не имеешь гарантии, что в течение сезона ты научишься играть или в течение сезона ты сможешь выйти на турнир, если ты ставишь себе такую задачу. Сегодня иногда индивидуальные тренировки нацелены на время препровождения в приятной компании, приятной обстановке. На бизнес-переговоры. На бизнес-переговоры. Но цели у каждого могут быть разные. У кого-то есть и такие цели – добиться понятного результата. То есть ты можешь поставить себе цель в конце сезона и сыграть турнир. Вот, пожалуйста, тебе понятная цепочка шагов, которые ты можешь предпринять за понятные деньги. Пожалуйста. Николай, смотрите, вы тренер сборной России. Для вас самое главное – подготовить команду, которая бы представляла страну на турнирах самого высокого ранга класса, в том числе Олимпийские игры. Лена выстраивает свою систему со своей стороны, как это все происходит. Вы, как тренер профессиональный, обращайте внимание на тех любителей, которые добиваются хороших результатов. Ведь есть же люди, которые где-то там за границей приезжают, тренируются. У кого-то дома там стоят какие-то мини-установки для гольфа, они оттачивают удар. Вы на таких смотрите или для вас это все-таки любители и на профессионалы они не тянут? Ну, вы знаете, в конце концов, основанием для попадания в команду всегда являются результаты. Мы, безусловно, стараемся отслеживать и заниматься селекцией, смотреть, потому что, как вы правильно сказали, очень много детей и взрослых тренируется за границей, повышает свой уровень мастерства. Именно там мы стараемся отслеживать, мониторить эти турниры и так далее. И поэтому мы всегда стараемся обратить внимание на тех, кто себя достойно проявляет. А есть такие люди, которые начинают заниматься как любители, а в итоге вырастают до уровня хороших, высокопрофессиональных спортсменов? Ну, вы знаете, вообще, честно говоря, есть и такие люди, но, как правило, все обычно начинают заниматься просто для себя. Нет такого, что кто-то человек пришел и сказал, все, я стану победителя международного турнира, все начинают заниматься, пробуют просто понравиться, не понравиться. Зависит от компаний, в которой для детей очень важно. Много друзей, они там проводят время для них, это просто интерес. И потом с определенным моментом они понимают, что получается лучше, что им хочется обыграть, что им хочется двигаться вперед. А возрастной ценз есть? Нет, вы знаете, вот, честно говоря, в гольфе такого критического возрастного ценза нет. Вот, по крайней мере, ну, у нас тоже есть турнир большого шлема, который проходит по аналогии с теннисом. И два года назад самым младшим победителем стал человек в возрасте 21 год, самым возрастным стал человек в возрасте 42 года. То есть, если мне там, грубо говоря, 40, ну, к примеру, я хочу заниматься, у меня все идет и все хорошо, то к 2016 году, если я гениально себя проявлю на тренировочных турнирах, вы вполне можете рассмотреть меня как кандидата в сборную. Мы готовы рассмотреть всех, кто... Дело же еще в том, что... Какая демократичная, оказывается, у вас история. Удивительно. А дело в том, что еще все ваши достижения, они же регистрируются в определенных рейтингах, в рейтинге российском, в рейтинге международном. Николай почему-то не припоминает конкретного примера. На чемпионате России прошлого года у нас с победителями по результатам чемпионата России была сформирована сборная, списки которой мы согласуем в Министерстве спорта. И в эту сборную были включены те, кто занял призовые места, и это люди, которые... Я фамилию сейчас не вспомню. Но это спортсмены, которые... Спортсмены, которые не ставили перед собой задачи достижений высоких, но вот они участвовали в чемпионате России, они показали высокий результат, они заняли призовые места. И по регламентам нашим внутренним спортивным согласованным с Минспортом они попадают в состав сборной страны. Слушайте, получается, что в гольфе, как в таковом профессиональном спорте нет деления на профессионалов и нет деления на любителей? Или просто нет вот этой грани? Есть, и оно очень имеет жесткие границы, и внутри каждого сообщества профессионального и любительского работают свои законы. Вот чемпионат России, он у нас в календаре Европейской ассоциации, которая является любительской организацией, поддерживающей любительский гольф, и ее календарь является любительским, в его состав включаются любительские турниры. Поэтому и чемпионат России у нас в прошлом году был исключительно любительским. В нем принимали участие любители. До этого чемпионат России был смешанным, в нем принимали участие профессионалы и любители, но в 2012 году мы для профессионалов учредили отдельную сетку турниров, А чемпионат России оставили любительским. И поэтому любители, которые достигают результатов, могут участвовать в любительских турнирах всероссийских и по результатам спортивным, пожалуйста. Остается только начать заниматься. Да, остается начать заниматься. И найти все-таки ту самую сумму, про которую вы говорите. Сначала там базовые 10 тысяч, а дальше какие суммы? Ну, дальше я предполагаю, что нам удастся договориться о том, что, например, индивидуальное занятие будет стоить 2 тысячи рублей. Ну, в общем, тоже, конечно, недешево, я вам хочу сказать. Но и недорого. Смотря с чем сравнивать. А с чем мы можем сравнить? Если посчитать, например, на круг стоимость годового фитнес-абонемента, вы покупаете фитнес-абонемент минимум 50-60 тысяч рублей, который стоит. Сейчас есть скидочные всякие акции, можно и за 15-16 копить. Хотите добиться результата, вы берете тренера, он все равно стоит. Это индивидуальное занятие с тренером-профессионалом. Николай, вы тренируете обычных жаждащих? Нет, сейчас я не тренирую. Хорошо, спортсмен-тренер вашего уровня. Сколько будет его услуги стоить сейчас? Ну, вот моего, мне кажется, порядка 3 тысяч рублей. Может, несколько дороже, может быть, несколько дешевле. То есть тут надо четко понимать то, что тренеры, они сориентированы во многом, да, на разные группы людей, да, на разные там… Ну, понятное дело, что если я хочу добиваться результата, я так или иначе обязана буду вкладывать деньги. Если я хочу просто прийти в свое удовольствие поиграть, я взяла 10 уроков и дальше уже кое-как сама с собой, грубо говоря, ковыряюсь, если мне хочется… Ну, вот хочу такой пример привести, что, например, в Англии очень много людей, они никогда не брали урок, никогда в жизни. Ну, так у них и техника, соответственно, лопатная нет. Поэтому тут просто очень важно понимать, кто для чего приходит в гольф, да. Если вы просто хотите приятно проводить время с друзьями, с своими близкими, это одно дело. Если вы хотите достичь нам результата и участвовать в олимпийских играх, это другая совершенно задача. То же самое, мне кажется, и вот справедливо сказано, и в фитнес-клубе. Если вы просто хотите, все чувствуете, что вы ходите в фитнес-клуб и проводите там время… Фотографии в соцсети выложить, где я с гантелей. Но если вы хотите добиться каких-то там спортивных, допустим, результатов, то это совершенно другое. Поэтому, ну, вот надо все-таки это разделять, как мне кажется, и тогда будет всем понятно. Ну, буквально по одному ответу, по одному слову. Вы довольны тем, как сейчас стал развиваться гольф? Или есть масса проблем, которые вы хотите порешать, и чем быстрее, тем лучше? Вот буквально по одному слову у нас меньше минуты. Конечно, проблем достаточно сегодня. Естественно, это вот эти стереотипы, которые, эти мифы, которые мы сегодня пытаемся развеять. Ну, просто говорить о них очень сложно. Я считаю, что нужно дать возможность каждому желающему попробовать, и человек сам поймет, что стереотипы эти не имеют никакого отношения к реальности. Николай? Я полностью присоединяюсь. Просто я считаю, что чем больше будет людей играть, пробовать, тем больше шансов найти того, как талантливый ребенок, человек, который сможет показать на уровне сборной достойный результат. Олимпиада-то впереди, медалик-то хочется. Мы жадные на медалях. Я благодарю вас. У нас Елена Ахмедьянова и Николай Афанасьев были в гостях. Это руководители, если так одним словом можно сказать, Ассоциации Гольфа России. Я желаю вам удачи, и я желаю, чтобы у нас у всех нашлись деньги для того, чтобы все-таки покорить вершину гольфа. Пока.